Славянцы добились новых успехов в спорте. И даже ограниченные физические возможности здоровья не стали препятствием. О том, как прошла спартакиада Кубани среди людей, чья воля к победе сильнее жизненных трудностей, расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Чтобы заниматься спортом, нужна хорошая реакция, координация, сила и выносливость. И даже абсолютно здоровому человеку иной раз трудно добиться хороших результатов. Но есть люди, которые даже несмотря на свой физический недуг, сильны духом и стараются достичь спортивных побед. С 24 по 30 октября в поселке Кучугуру Тимрюкского района проводилась краевая спартакиада инвалидов. Наше муниципальное образование представляли 9 человек. Четверо было несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет. Спартакиада проводилась по 11 видам. И в результате наша команда, представленная учащимися отделением адаптивной физкультуры детской и спортивной школы «Изумруд», заняла первое место во второй группе. 16 районов в нашей группе было, но мы стали лучшими первые. Каждый из участников внес неоценимый вклад в общую победу. Для них спорт – способ показать свое отношение к жизни. Елена Татаркина принесла своей команде золото в соревнованиях по шахматам. Три серебряные медали в настольном теннисе, толкании ядра и пауэрлифтинге. К этому было немало приложенных усилий со стороны тренеров, потому что с нами занимались постоянно тренера. И также дома мы тренировались с шахматами. Мы шли к этой медали, к первому месту. Я шла на несколько лес. Сначала в Сухо, где соревнования проводились, я заняла там третье место, а теперь уже дошла до первого. Так как это было постепенно, и дорога на Олимпу идет постепенно, мы добились, что к этому шли столько лет. И даже теперь, когда победа у Елены в руках, она не будет останавливаться на достигнутом. Ведь спортивные достижения придают силы и наполняют ее жизнь определенным смыслом. Дальше будем заниматься, будем стремиться еще лучше результаты свои повышать, чтобы всегда у нас на высоте, всегда чтобы первые места были. Тамаре Ковтун всего 14 лет, и в спорте она не так давно, не больше года. Но это не помешало девушке на Спартакеаде завоевать золотую медаль и две серебряные. Усиленные тренировки, даже дома приходилось тренироваться. Он дает тебе силу, уверенность, легкость в жизни. Спорт помогает чувствовать себя нужной, считает Тамара, а свои победы она посвящает родным и близким людям. Иван Черняков внес в копилку Славинского района медаль высшей пробы по легкой атлетике и серебро в плавании. Теперь Иван в составе сборной команды Краснодарского края. И он вместе с Тамарой Ковтун в следующем году отправится на Всероссийскую Спартакеаду инвалидов. Я думаю, я мог бы лучше, но в следующий раз выложусь более так, как надо. Буду делать все, что могу, все, что мне по силам, чтобы на Россию взять призовые места. Все люди с ограниченными возможностями здоровья – пример того, как, невзирая на сложившиеся судьбы, можно быть в кругу единомышленников, чувствовать крепкое плечо родных и друзей и, вопреки болезням, жить. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова